здравствуйте друзья прежде всего хочу извиниться за затянувшуюся паузу в силу ряда обстоятельств не было возможности заниматься стройкой вот но надеюсь в ближайшее время все устаканец и пройдет в норму поэтому продолжаем давайте продолжим значит после так как после того как и нанесли камуфляж перед тем как закрыть модели все лаком глянцевым я решил что сделать пришедник вот как видите уже в принципе начал на нижней части в эту половину я уже сделал может быть она не очень аккуратно получается я думал потом еще все-таки пройтись может быть сверху еще раз этим цветом только жидкая разбавлена в общем посмотрим как она будет смотреться все так в общем как-то пришел по шейдинг смысле я делаю не так часто можно сказать всего пару раз наверно дел вот тут конечно нужно руку набивать вот здесь уже как бы ошибаться не стоит вот иначе это смотрится будет не очень хорошо например у меня здесь на одной из концовок смысле одном из закрылков не очень тоже хорошо получилось ему придется может быть перекрасить но посмотрим в общем принципе еще планирую сделать смывку ну понятно может быть масляные точки может быть еще как-то удастся немножко этот эффект облагородить скажем так ну в общем пока продолжаем там посмотрим насчет пашейдинг делаю вот таким лаком x19 от тами постарался развести так пожиже чтобы он дулся вот и аккуратненько по линии наносим в общем процесс такой достаточно трудоемкий не быстрый и нужно конечно аккуратно пытаться все это сделать сделать лучше конечно это делать не на весу положить модели второй рукой просто помогать себе работать с аэрографом так ну снизу вот нанесли я даже думал что все таки немножко он получился на мой взгляд грубовато может быть надо было наверно немножко пожиже все таки развести лак вот ну посмотрим короче так ну сейчас я уже на камеру снимать это уже не буду поскольку это процесс еще раз говорю не быстрый уже дальше самостоятельно все это дело добью и потом посмотрим что получится в итоге но и дальше уже по результатам посмотрим что делать дальше может быть немножко придется пройтись еще раз сверху сверху цветом немножко приглушить это эффект вот но посмотрим короче в общем пока продолжаю друзья самостоятельно и на этом пока прервусь продолжаем друзья стройку и так что еще было сделано самостоятельно ну после того как я нанес пауз шейдинг на всю модель я задул модель глянцевым лаком вот снял все маски практически все вот но здесь немножко с лаком у меня получилось неудачно в некоторых местах почему-то лак лег небольшой такой шагренью вот не знаю с чем это связано то ли с изменением влажности связи с тем что батареи начали топить или еще что но в общем пришлось немножко поработать шкурочкой с водой поэтому сейчас вот слой лака я практически некоторых местах снял до краски вот но поверхность принципе гладкая уже не стал второй раз покрывать лаком надеюсь что это никак не отразится на приклейки декалей вот и потом уже когда будем защищать декали нанесу уже лак и я думаю все вот эти вот следы потертости на крыльях они уйдут вот но в принципе давайте наверно как раз декалями и займемся я тоже весь процесс показывать не буду просто как бы как обычно напомню как я это делал значит она понадобится небольшая емкость водой я вот пользуюсь такой вот крышечкой небольшой наливая воду не обязательно горячую я вот холодную обычно использую так значит вырезаем декаль нужно пускаем воду чтобы она намокла вот ну в принципе декали здесь в этом наборе вот картограф они достаточно неплохие по качеству вот вот в прошлое точнее на кто смотрел сборку академовского фантома там я конечно немножко помучился с декалями от академа и там я размачивал декали вот не в воде в жидкости для размещения от аврора хобби сразу то есть но здесь принципе с этими декалями никогда вроде проблем не было поэтому достаточно просто воды так вам еще понадобится салфеточка также кисточка небольшая какая чистенькая для того чтобы выгонять пузырьки воздуха жидкости воды из-под декали вот и использовать я буду как обычно средства для приварки декалей маркфит от тами значит ждем пока мы пока у нас декаль немножко намокнет периодически можно проверять нет еще не готово в принципе как только она начинает распрямляться воде вот видно то в принципе уже можно вытаскивать ну сейчас сделаем пару до колюшек а потом уже я все остальное уже самостоятельно доделал и потом значит я закрою декали опять лаком глянцевом пройдусь вот и будем делать смывку значит в принципе немножко вот по поводу последний к я конечно не знаю как вам но мне вот не очень как-то нравится результат что он получил снизу немножко он получился такой ну если можно сказать контрастный наверно слишком вот но то есть вот сверху я постарался так чуть поменьше но тут правда и цвет темнее то есть на нем не так видно как на светлом вот но я надеюсь что нам удастся еще сгладить этот контраст во-первых я сделаю наверное скорее всего смывку общую снизу то есть она придаст еще сыграет как фильтр немножко сгладить и потом я вот еще планирую все таки наверное поработать маслом и еще там один эксперимент провести но уже это попозже так но смотрим что у нас тут получается все начала двигаться немножко кладу ее на салфетку чтобы она немножко промокнулась там и то место где у нас предполагается нанесение декали я хорошенько смачиваю этой нашей жидкости маркфитом так может быть только я поторопился приклеивать воздушные тормоза потому что у нас эта декаль должна была зайти туда внутрь так сейчас надо придется помучиться немножко вот эта центральная часть у меня не приклеена попробую декаль заправить туда так принципе она вошла теперь надо бы ее подвинуть да поторопился я конечно немножко с приклейкой воздушных тормозов как тот этот момент немножко упустил не проверил так надо теперь вот выровнять все это дело так ну вроде бы стало ровно так значит немножко промакиваю воду и сверху еще прохожусь опять же вот этой жидкостью и кисточкой теперь немножко от центра краям стараюсь выгнать всякие пузырьки и так далее здесь вот у нас еще люк выпирает хорошо так так ну даем немножко постоять декали подсохнуть посмотрим как она будет себя вести то есть по идее маркфит должен немножко ее размягчить и она должна хорошо втянуться в расшивку и так далее немножко натянуться но в общем посмотрим тут конечно вот этот люк все пока оставляем так так и давайте наверно возьмем следующую декальку у нас буквенное обозначение да надо было конечно немножко попозже приклеивать вот эти вот тормозные воздушные тормоза точнее то есть надо было сначала нанести вот эти декали а потом уже их приклеивать но в принципе я думаю ничего страшного справимся желательно еще вот что стараться не оставлять капелек вот это вот маркфита на декали иначе на декали можем могут возникнуть потом в этом месте пятна так ну вот еще у нас только одна готова так наносим на место маркфит так я надеюсь хоть видно что это дело так наносим декали сверяясь со схемой позиционируем позиционируем вот я как так удачно попал так опять же ножка кисточкой проходимся выгоняем различные пузырьки оп странно декали разваливается немножко в принципе можно ваткой но в смысле ватной палочке проходить ну кому как удобнее в общем то тут уже не принципиально так ну вроде ровно училась так ну что друзья наверное это достаточно как бы уже неоднократно ваш процесс есть показывали наверно не очень все это дело интересно дальше я продолжу уже наверно самостоятельно обклею самолет декалями задую их лаком для защиты и уже вернемся на этапе смывки так но я на этом наверно прервусь единственного покажу как сейчас сморщилась немножко все удастся конечно показать ну вот сейчас на облеск видно как декаль сморщивается после применения маркфита вот но после высыхания по идее должна разгладиться вот будем надеяться что будет именно так так ну ладно все друзья на этом прерываюсь и уже потом покажу результат итак друзья самостоятельно я уже нанес все декали на модель и закрыл еще раз модель глянцевым лаком чтобы защитить наши декали от последующих последующих действий вот и теперь в качестве следующего шага мы займемся смывкой вот так начнем с нижней части смывку буду использовать как обычно миговскую темную смывка до корж хорошенько взбалтываем и приступаем так ну что еще хотел сказать все-таки смывку наверное я не буду делать общую пройдусь все-таки непосредственно по линиям расшивки и так далее сейчас вот уже после прошествия некоторого времени мне мне уже не так кажется что слишком уж снизу получилось поршедник такой вот выделенный даже наоборот сверху мне кажется что уже как то и не хватает можно было бы сделать сверху и посильнее вот поэтому я думаю достаточно будет пройтись по линиям расшивки но во всяком случае посмотрим поскольку я планирую еще немножко поработать масло скорее всего вот там уже я думаю все еще раз сгладится все эти наши какие-то недочеты небольшие так ну опять же процесс в принципе я думаю весь я показывать не буду тут все достаточно стандартно уже неоднократно все это дело демонстрировалось в общем берем кисточку и начинаем проходить по линиям расшивки заливая их нашей смывкой вот а после после того как смывка немножко подсохнет будем удалять излишки декали вот эти вот напомню это декали от картографа все таки действительно очень хорошая вещь ложатся прям ну очень здорово если помните я показывал то есть первоначально она декаль сморщивается немножко при применении вот этих жидкостей для приварки но при высыхании она разгладывается и видается прям в расшивку облегает все детальки вот очень хорошая декаль да по поводу по поводу свастики значит как вы помните в наборе ее не было вот это я уже переводил из собственных запасов в свое время когда-то покупал наборчик отдельный вот пригодился правда она конечно набор очень старый у меня и при при нанесении декали немножко распадалась на части но более-менее вот составил из кусочка то есть она рассыпалась по сути вроде бы удалось так более-менее нанести немножко правда при определенных углах видны вот стыки вот но я думаю это ничего страшного так друзья ну я наверное не буду уже затягивать время в принципе эту операцию вы уже видели не раз вот поэтому сейчас я наверное прервусь закончу все это дело самостоятельно вот вот и уже потом вместе с вами посмотрим что из этого получилось все на этом пока прерваясь так друзья ну вот в принципе низ я нанес смывку уже она немножко подсохла буквально пока эту сторону проходил это уже немножко подсохло я вот уже начал эту сторону оттирать как видите так пока получается то есть сначала в принципе я не стараюсь прям уж оттереть все до конца вот оттираю сухими ватными палочками в принципе достаточно неплохо все это у нас как видите оттирается вот единственное конечно на крыльях желательно тоже делать это по направлению движения потока вот то есть вдоль оси самолета тем самым то есть мы создаем как бы дополнительно еще какие-то подтеки грязи пыли и так далее пока вот скажем так черновой вариант да убираем все вот эти вот излишки потом уже посмотрим где-то может быть в каких-то местах еще можно будет пройтись уже смоченной спирте либо ватной палочкой опять же либо кисточкой желательно конечно почаще менять ватную палочку и естественно желательно не отрывать ничего того чтобы приходилось потом лишний раз это дело подклеивать так тут я немножко тоже задел уже но это ничего страшного это мы сейчас подклеим это мы сейчас подклеим примерно вот так значит еще самостоятельно я сейчас пройдусь посмотрю что там где лишнее где-то еще наверно постараюсь подтереть чтобы не было явно таких следов грязи вот и в общем-то ту же операцию надо будет еще проделать сверху часть корпуса но это уже я наверно тоже сделал самостоятельно так ну все друзья наверно пока на этом я опять перервусь вот и уже добью смывку чтобы к ней уже не возвращаться то есть в общем сделаю все тоже самое только теперь сверху вот а потом уже продолжим наверное немножко еще маслицем поработаем так а пока прерываюсь друзья